здравствуйте уважаемые зрители и подписчики канала мы продолжаем проходить игрушечку глаза ары я чуть немножко подгорел прошлую серию и считаю что вполне справедливо на самом деле потому что как бы нам сама игра говорит что чувак нам не нужны всякого рода экзотерики астрологи всякое такое да а нужны люди которые могут изобретать говорят нам глаза ары но при этом везде и всюду пихают все вот эти вот стрельцы и овны и там то что дева в третьем доме блины все остальное короче это странно но немножко посидел подумал выдохнул и пришел какому выводу мы с вами открывали штурвал и дано на штурвалах на те цифры вот эти цифры явно то что нам надо выставлять на этих штурвалах я ческать не понимаю зачем кто додумался приколотить штурвал и к этим и более того вот эти вот подсказки это явно то как открывать другие штурвал и потому что у нас открывался только один то есть если здесь тройка здесь символ человечка вот этот близне ты вроде бы но созвездие имеется ввиду у нас с вами есть наверху проектор наверху который надо дойти через низ у нас с вами есть еще там настройка для осциллографа между прочим тоже надо будет поковырять вот тут внизу заблокированный штурвал а наверху есть проектор и в проекторе насколько я помню есть символ близнеца по моему был вот то есть если мы сейчас нас по крайней мере насколько я могу понять выставим комбинацию для близнеца у нас по идее должен разблокироваться штурвал но это не точно это просто предположение хотя с другой стороны других вариантов я не вижу допустим да его можно покрутить и на нем надо поставить тройку вот так с подвальным подвальным надо поставить потом шестерку по моему да он была шестерка а 3 3 корее всего скорее всего завязан нас лограмм нас есть с вами подсказка по осциллографу это явно на столе надо будет вот этого подсказка по осциллографу у нас с вами есть это 3 амплитуда 6 колебания 2 пошли попробуем то есть понимаешь дело в том что это вроде бы как какой-то путь какое-то решение но я его не понимаю я откровенно не могу понять зачем так довольно большая дуга нужно и вот это вообще что за символ такой странный ну шаг 2 на 3 растяжка ну допустим это разблокировала штурвал не то дверь наш если это не разблокировала штурвал тогда я не знаю на кой хрен это надо вообще да это разблокировал штурвал а какую цифру ставить а суда нет 4 ну типа и палки есть а суда палки нет но четыре других вариантов нет а и вот чё я сейчас сделал вот скажите мне я не понимаю я выставил штурвал и я их сделал я у меня что-то где-то открылась если она где-то открылась скажите мне где у меня что открылась ну хоть намекните как-то замком к классните ли я сгнете а ну допустим вот что-то открылась и как это влияет на на судьбы еврейского народа я не очень понимаю ну хорошо я допустим открыт ну подожди давай исходить из этого логически у нас до этого штурвал вращался вращался его ничего не блочила вроде ничего не блочила что мне дают эти штурвалы кроме того что мы с них можем координаты выставить но мы и до этого могли выставить координаты допустим смотри водолей нам нужен водолей но водолей 1803 41 я предположу что это координаты они время а даже так я другие не меняют до значения тогда ладно это допустим 1841 на низ а 0 3 наверх но И чё? И чё? Так, ладно, допустим. Ага. У нас матрица 4х4. Мне нужны прям вот эти яркие 4 звезды или мне 5 звезд надо? И я не уверен. Ну, допустим, она светится. Хорошо. Более-менее метода понятна. Кстати, тут чё-то торчало. Ключик. Ключик это хорошо. Ключик это от обсерватории. Хорошо. Спутник. Причём я не понимаю, почему здесь луна, каббалистический знак, овен, астрономический знак, спутник, который... Хер знает чё за знак, короче. 27, 13, 26. То есть, либо у разрабов каша в башке была... Либо я чё-то не понимаю. А-а-а-а... Почему нельзя это с клавиатуры ввести? Ну, допустим, нам нужны большие звёзды. Э-э-э... Э-э-э... Э-э... Э-э-э... Так... Второй ряд пропускаем полностью. Ну, то есть чё-то типа... Вот так? От хера уж. А-а-а... А-а-а... Да-а-а... Я всё правильно написал? 27, 26, 13. Конечно же, нет. Ну да. Конечно же, нет. Нет. Окей. Это больше похоже на правду. Ну, хорошо. Так, давай последний. Не, я как бы... Ну, в целом мы к чему-то движемся, но... Ну, зачем якоря? Зачем? Что они мне дали? Я мог без них узнать координаты. 16, 53. Я понимаю, что партия сказала, надо. Значит, будут якорёчки. Кто-то, видать, подводник там у них. У разрабов, поэтому должны быть штурвалы. И якорь мне в глотку. Так, ладно. 47. 47. 47. 47. Надеюсь, всё правильно. Эм... 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 Это как? Эм... так подожди вы прикалываетесь что ли ой мать моя женщина я предположу что их надо сейчас все три найти вот эти да и все три туда сразу забить чтобы солнце получил ну поехали а чё делать я уже вас я этой радости лишу мне ребятушки это вся херня дело в том что 47 мы просто физически не можем убить но почему-то в этом мире 47 градусов не существует я конечно понимаю что это обусловлено строением телескопа да ну типа как он может брать только от 15 до 30 градусов хотя судя по куполу он вполне вытягивает и 90 ну ладно это это все лирика не так не так все правильно верхнее значение мы берем от овна то есть 07 вот рыб левая 22 может быть без этих якорей у меня были бы не не те данные например но это так тупо это так тупо так и от урпа 53 это не скорпион это дева 53 они знаки похожи ну в принципе все девы немножко похожи на скорпионов я хорошая смесь еще начнется вот вот ты нас какого мнения угнить нет это не так ладно надеюсь что все правильно я очень надеюсь что все правильно от липни оттуда а я не забыл что это это шестигранный болт с гайкой шестигранной гайкой ну окей а нельзя было просто в мастерской болт с гайкой поискать ну как бы ну ладно хорошо у нас есть ключ по моему да дверь внизу есть есть другой ключ который отсюда ключ есть у нас с вами вот такая схемка кстати заметили что у нас пропадают подсказкой к пап по ходу решения а это схемка как раз нам говорит о параде планет 8 планет 9 солнце сколько вообще планет ну это конечно сейчас очень глупо звучит потому что я по идее должен знать сколько у нас планет солнечной системе однако я готов спорить даже вы сейчас не знаете сколько у нас планет солнечной системе почему потому что ученые ученые вроде бы сказали что последние кажется плутон планеты на нихрена не солнечной системе а потом еще какую-то планету нашли и приписали и вместо плутон поэтому как бы я ничего не утверждаю поэтому просто скажу что я не знаю сколько у нас планет в солнечной системе 4 5 6 7 но 8 8 планет мы включили да да вроде да и от хера уши ну смотри если логике следовать вот эта фигня означает систему вот эта фигня означает созвездие но типа скопление звезд а вот это одна планета если мы должны сделать парад планет мне надо действовать в нашей солнечной системе это логично а дальше я бы не сказал что это прям похоже на парад планет ну созвездие мы наверное не пойдем но . вот это нам нужно нам нужен свет солнца солнце должно дать свет свой значит нам что не нужны другие теперь планеты давай отключим до этого все включили а вот теперь давай отключим чё же мне тут между больше делать нехер только включать отключать планеты земля не даст света она не источник света только солнце только хардкор ладно допустим ну вот теперь давай без планет а раз нет планет останется только солнца солнце в основном света так конечно конченная игра просто просто конченная игра ладно пошли пошли я вспомнил где есть место для шестигранника но по крайней мере мы вот эти синие сферы собирали всегда и синие сферы нужны чтобы вот этот ключ сработал видимо да и всегда одна сфера закрыта созвездием а вторая где-то это болтает так что в принципе мы можем отсюда уже уходить сфера я собрал монету не собрал фотки не собрал но это все пофигу а пойдем пойдем я не очень понимаю как связано наличие двух сфер вот с этим замком вот вообще не понимаю если честно но видимо как-то связь так пацаны полетели ну и мы тоже пойдем что нет это похоже на трофейную комнату мы не нашли все монеты поэтому кнопка не сработает да это наверное из какого-то мультфильма который я не знаю это фоточки но фоточки прикольно можно посмотреть проблема в том что у меня половины фоточек нету это фотки кстати крутые я бы даже сказал что это некие такие криншотки криншотки вал паперцы ладно круто и три рамки под картины и картины в к на каждом этаже можно было добыть по картине но я так и не нашел к ним прохода это повод конечно поискать все подряд буду ли этим заниматься я не знаю дневник я всю жизнь провел тихом кабинете созерцая космоса теперь работу всей моей жизни готова предстать миру несчастью мне нужно только лишь услышать тихий смех ребенка банальные так человечные все подумать моя дорогая клементина только бы ты могла быть здесь и всех людей я бы хотел чтобы ты разделила со мной этот момент я почти уверен что ты и и есть причина всего этого твоя искра любопытство осветила самые темные места в этом замке почему у меня такое ощущение что мы есть эта клементина но или выросшая клементина которая сюда приехала как бы ну типа там что-то починить но на самом деле она знала куда ей и а и конечно глаза в тебе это разглядели может поэтому они появились придя сквозь эволюцию и световые года они явились сюда за тобой человеческим детям подобным им самим и ты настолько поразил их что это искра зажглась и возгорелась в их темноте бытия после они переключились на меня но я чувствую что они все так же желают вновь познать то что ты могла бы дать им наконец их работа завершена я принял самую малую толику участия в этом процессе я стою на грани человеческих достижений паря над знанием того что получил от них готовая показать вселенной на что способен человек устройство готово маяк огромной силы что будет сиять светло и ясно сквозь темноту космоса с нашей крохотной планеты и цель его одна громогласно заявить мы здесь осталось только его активировать но увы не сегодня погода все хуже и кажется надвигается ужасный шторм нужно спуститься к доку и получше привязать лодку активация пока подождет я годы ждал этого момента могу подождать еще одну ночь так давай исходить ара алтарь то есть глаза ары это никакого отношения к божествам не имеет это наблюдатели с чужой планеты и видимо он погиб в шторме наш дядя когда пытался лодку привязать и так и не запустил маяк да ну я буду считать что я играю за клементину потому что какого-то другого объяснения у меня нет понятно что все женщины в этой семье были повернуты на экзотерике и говорили что это души но некоторые смысле это души да как это души инопланетян там заточены но и и что мне делать дальше принципе вот ключ в принципе это их созвездие в принципе это их созвездие да ну но ну что бы то и не было но окей Так. Здесь всего пять монеток. Ну. Я надеюсь, что пять монеток-то мы сможем найти. Не факт, конечно. Разлетались тут. Насколько такой эпичный момент портится просто тупым поиском выпирающих камней, за которыми еще две монетки спрятаны. А, ладно. Я не горю. Я просто негодую. Так, хорошо. Эээ. Вы понимаете, что три точечки — это одна точечка? Вот. Теперь ваша жизнь не будет прежней. Хорошо, простите. Но если, допустим, водолея — это один, тогда в прочерке — это телец и это четыре. Если телец — это четыре, то в прочерке что-то неизвестное, и оно дает двенадцать. Значит, то, что... Ну, хорошо. Тридцать. Почему-то по-другому приписано другим шрифтом. Если водолея — это один, два и овен, это вообще до хрена получается. Непонятно. Ладно. Разберемся. Не понимаю, зачем эти математические изыски. Они никогда не были нужны. Блин, меня больше беспокоит, где две монетки. Ну, ну ладно. Повзли дальше. Это, наверное, их маяк. Не, ну без духа нет, я не уйду. Ай, ладно. Серьезно, народ. Кто зажучил мелочь? Пофиг. Эти ключи — это не совсем ключи. Это скорее... модифицированные батарейки или что-то вроде того. Почему здесь красное? А вы в курсе, что три — это один? То есть нам надо начать с трёх. И прийти к одному, да? Ну... это я ещё могу понять. Это я ещё могу понять. что-то как-то так. А вы в руке... он третьим проектом делал вот этот маяк да получается и вот собственно маяк окей здесь здесь надо решить уравнение здесь надо решить уравнение одним неизвестно мне интересно неизвестное одно или неизвестных огромное количество очень очень интересный вопрос но давай исходить из того что он овен и водолей нам известны это 211 211 это 37 как почему я не очень понимаю чувствуете почувствуете это почувствуете как в воздухе запахло шизм короче весь прикол в том что вот это вот это все это система четырех кратко четырех четверичная система то есть у нас есть прочерк который означает 0 и числа 1 2 и 3 0 1 2 и 3 4 четверичная система то есть вот эта запись означает 10 30 и так далее причем вот эта запись она в десятичной системе а вот это результат четверичной системы то есть смотрите если мы возьмем исходное число 10 четверичный и переводим в десятичную ответе мы получаем 4 то есть результат если мы возьмем 30 то получим 12 можем проверить и дальше это у нас 2 и 1 1 211 37 последнюю давай проверим например это 1000 кажется да это 1000 54 то есть мы должны перевести а так овен прочерк палка овен 2 0 2 1 2 0 1 2 2 0 1 2 какая-то конченая вещь эти системы исчисления ответ будет 134 наверно но в переводе мы действительно я сейчас отключу рабочий стол мы вернемся вернемся игре а сто тридцать четыре получилось у нас боли на но еще и связано какой нехороший человек редиска это придумал это вот реально начинает отдавать шизму потому что он также был построен сначала он был легенький легенький а потом на тебе вот такие загадки под конец и здесь примерно такая же структура первые этажи они довольно простые такие лайтовые варианты но чем дальше мы продвигаемся тем более замороченные загадки и это прям геометрическая прогрессии происходит да потому что но даже не плавненько а вот просто на тебе в голову вот и все блин и под конец главное да я вспоминаю последнюю загадку шизма там такой же бред был вообще просто кончен видимо все правильно хорошо активация есть какие то варианты а это хорошая вообще мысль может быть это военные разведчики они приехали проверили можно ли захватывать планету или нет все кино не будет электричество кончилось а и и и и и и и и и ну твою ж мать я так и знал видимо это все ну я думаю мы сделаем все равно дополнительную серию по сбору всего и вся естественно я это буду делать уже по хайдам потому что ну его нахер этот пиксель хантинг если только будут загадки мы будем делать их не по хайдам а вот найти это все дело я постараюсь через айды вот через мои любимые айды ладно давайте по игре как говорится начали мы за здравие закончили как обычно за упокой потенциально игра очень красивая довольно приятная это чисто больше room чем мисс все-таки мне больше хочется сказать что мне не нравился в ней но а давайте сначала хорошим загадки прикольные загадки не похожи на классику типа башен ханой и по каких-то пятнашек еще чего то и если даже на них похоже спасибо в моей бабушке за ее любовь поддержку и за всякое такое тестер и вам тоже всем большое спасибо вы прям молодцы так вот короче хочу сказать что вот этих всех людей во первых надо уволить тестеров да ну просто потому что по факту хорошие загадки не не классические и не в целом не раздражающий единственное что не понравилось мне подводка к этим загадкам то есть ты их делаешь и ты не понимаешь зачем ты делаешь как это связано как это произошло вообще что такая загадка здесь образовалась кто блять додумался штурвалы стене прибить и зачем чему-то комбинацию вижу которая сто десять вот здесь интересно так вот о чем я едем дальше графически прикольно сюжет с одной стороны довольно банальный довольно банальный но он себя не раскрывает если честно абсолютно не мотивирует понимать что за инопланетяне зачем они здесь почему им нужен определенный склад людей до определенного и склад ума но я понимаю что разного рода экзотерики им не нужны потому что они не верят в инопланетян что странно для экзотериков потому что наверняка найдутся шизики которые верят в инопланетян ну видимо прагматичные да видимо такого плана который там рассудительные все такое видимо двигатель прогресса там скорее всего какая-то научная цивилизация потому что они даже свои мозги запихнули банка в банку в летающий так лишь еще ход нишкот это 30 кажется а вам да я буду их записывать но я не знаю зачем и опять же я не понимаю зачем как и большинстве своем во время игры я абсолютно не понимал зачем мы что-то делаем что меня должно мотивировать это что-то делать опять же очень интересная фишка нам не говорят кто наш главный герой хотя по мне это как нефиг делать должна быть к лимитин она должна была сюда вернуться и закончить дело деда но не деда дяди ну потому что это как минимум логично и завершенно выглядит как сценаристом мне казалось что в конце нам должны были дать зеркало в которой мы бы увидели то мы все это время играли за этого к лимитин мне кажется это было бы вполне прикольно по поводу механик мне не понравилась ходьба учитывая что даже я настроил мышь настроил все пироги там подсказки и подсказки управлять не очень удобно я это мог бы простить например тому же райвен у который выходил не в 2016 году а 1992 но в шестнадцатом году не иметь возможности сделать тупо привязку на центр экрана это это тупо происходит не дадут сегодня рассказать о игре спасибо чё поиграем конечно и чё против что лишь половина мы не по насобирали отложить давай продолжим это как будет выглядеть посмотреть создатель а и мы можем слоняться дальше по замку хорошо я не против уже кстати ночь прикольно я четко кстати обратил внимание что мы полдня болтались по этому замку но да ладно давайте я вот так и оставлю и мы все-таки нормально поговорим об игре странно что в титрах какие-то коды были может быть они для чего-то будут нужны может быть нет не буду гадать о том сталюшки узнаем так вот что мне не понравилось не мотивирует игра вообще никак игрока что-либо делать добиваться собирать коллекто было и так далее с одной стороны даже придумано классно что коллекто было это не просто штука за решение загадки прикольно было даже придумано что можно заходить какие-то комнаты до раскрывать лор побольше это прикольно но это не мотивирует меня опять же искать эту штуку и ладно хорошо пускай бы эти вещи были как-то в стороне да ну то есть это было что-то побочное если ты нашел ты открыл если не нашел ты не открыл но нам приходилось искать какую-то подсказку записку какую-то ерунду абсолютно следуя линии сюжетной но то есть по основной ветке я могу понять когда ты находишь записку и по ней находишь пасхалку а когда это вплетено в основной сюжет это плохо это фу это просто невыносимо ужасно сделано местами был и конечно еще странное ощущение от того же осциллографа например да хорошо допустим записи профессор делал от руки и его рисунки координат плохие в игре даже есть подводкой если ты не совсем точно поставил или еще что-то но при этом можно было пощупать осциллограф поставить все точно так же даже заискрить эту катушку но при этом все равно не решалась и вот иногда очень нет репетированные загадки они как-то вот ощущаются спустя рукава я не знаю они сами по себе хороший но реализация но блин ну просто забей но просто забей ну просто вымораживает мне это вдвойне обидно именно потому что игра то имеет крутой потенциал да она прекрасная а сделано так ужасно ну ну как это так можно довольно посредственный сюжет который попытались заплести мистику но который здесь нету ни грамма этой мистике мне так и я так и не понял ну но сделали мы этот маяк чё дальше ну а где инопланетяне мы же их позвали к себе говорим и вот мы захватывайте нас а где они они улетели но обещали вера не как карлос он блин скоро что будет вторая часть там карлос он вернулся там глазик снова с я не знаю их продолжение в игры конечно же нет я хочу сказать что проект на самом деле в хоть и прикольный но получился на какую-то вот наверное шестерочку потому что даже ближе к пятерочки я бы сказал так даже она неплохая но она какая-то стерильная игра ну я не знаю меня не захватывал сюжет меня не пугала мистика меня не встрепенула история я не переживал за персонажи мне вообще как на них было похеру меня бомбила от прибитых штурвалов потолку я к тому чтобы что-то куда-то найти или пройти надо искать какое-то свечение полу кольцо полу в мурова на и или какую-то полу статую в полу кедах чтобы что-то куда-то открыть ну ну просто ну бесит ну реально ног ну зачем но ты можешь как-то не получилось ни в историю не вы не вы ну хорошо я допустим понимаю что есть там подсказки чтоб тебе пищала подсвечивала орала что чувак здесь спрятана записочка чувак ну блин а можно сделать без записок вот серьезно вот вот как-то вот без этого обойтись но просто в одном журнале написать то есть мы же читаем журнал профессора по пути почему бы там что-то не записать мы находим листочки хорошо это прикольно оправдана почему разбросаны вещи игрушки солдатики монетки всякая фигня почему она рассказана потому что алекс у них ребенок ебанутый им надо было бы ему просто было по кайфу все разбрасывать по зам я не спорю даже запечатать в какие-то секреты которые но никто не могут догадаться хорошо если алекс прячет солдатиков потолке то есть пиздюк которому 7 лет прячет 3 метровом потолке солдатика при этом закрывает эту загадку на ее должен был сначала разгадать потом открыть положить туда солдатика спрятать где сука причинно-следственная связь почему это настолько не продумано почему вместе все это продумано каждая вещь отвечает тому что происходит вокруг а здесь сделано через жопу ну ну реально я не только про эту игру говорю большинство мистоидов страдает одной и той же болезнью нет сука причина следственной связи семилетний ребенок делает что то что хорошо если клементина разгадывала проходы почему прохода открыт но не открыто то есть почему мы должны повторить это будь если мы играем за клементина почему она не помнит про это почему и надо читать свой дневник хорошо мы играем не за клементина короче вы поняли о чем я считаю что графически игра чуть выше среднего она хороша именно в визуальном стиле особенно круто там обсерватория сделано было все так ну прикольно симпатично прикольно до вопросов нет учитывая что это под разно платформерные темы графическая игра хороша она примерно я думаю восьмерки достойно механика ужас это целом работает но в целом и и почему нельзя привязать курсор в середину экрана когда я зажимаю кнопку как это было сделано в райване как это было сделано в эксайл как это было сделано в половине мистоидов блин на этой земле когда у тебя один режим введения экрана это курсор по центру и ты крутишься а второй режим когда у тебя мышка свободная почему это нельзя было сделать мне не понимаю надо было изъебнуться и сделать что-то свое типом и фельдиперсовые у нас вот все не так как у людей ясно короче механики пускай 6 сюжет сюжет интригует начале а потом в середине он никакой так что сюжет 6 сложность игры плавающий очень плавающая и вот сложность я бы пожалуй поставил около восьми но не 9 или 10 потому что сложность загадок хорошая но большая сложность это блять найти эту загадку и вот пока ты ее не найдешь как бы ну и такое себе до объем количество загадок хорошие иногда игра прям затягивала в этом плане так что сложность пусть будет около восьми я считаю что вполне достойно и все в том же духе но я не в восторге от игры вот абсолютно не в восторге и ее конечно и конечно и значение конечно же будет 6 где-то то игра пойдет в категорию на вечерок примерно так потому что она неплохо но какая-то недопиленная я что думаю раз у нас возможность игра и есть возможность игры после игры мы пойдем с вами собирать монетки и всякую ерунду потому что у нас с вами есть по сути целая трофейная комната в которой есть кнопки эти кнопки наверняка откроют какие-то пасхалки для особо упертых среди слаборазвитых поэтому я же конечно же из этого же числа поэтому мне хочется найти вот это вот не знаю что это такое но мне хочется найти монеты вот и и все остальное и картины конечно же но конечно же все будет сделано по солюшин но вот такая в принципе игра друзья будет бонусная серия еще но как бы на этом я думаю мои полномочия все спасибо вам большое за внимание неплохой проект неплохой но какой-то вот только с левой резьбой что ли я не пойму что мне в нем не понравилось не могу это точно объяснить но не вдохновила скажем так даже одиночный проект и в мун сделанный одним человеком был намного интереснее чем вот это мешанина возможно из-за каши и за каши между сайфаем средневековьем и еще какими-то другими направлениями фэнтези мистику все подряд кремучий винегрет смешивают всегда это отвратительно вот реально отвратительно и может быть из-за этого смазано но это мои такие эстетически бомонные заеба а на этом наверное я все-таки заткнусь и буду с вами прощаться большое спасибо вам за внимание на протяжении всего этого прохождения с вами был огнич и до новых игр всем пока